Не занимаетесь сексом? Только рай. Русские люди по-другому отдыхают. Как? Влаживаться постоянно в мужчину и ни хуя не получать, если даже они ебать не умеют. Если вам платят за секс, вам это трудно? За секс? Мы занялись сексом в первый день. Ну а зачем же вы в первый день даете мужчине? Вы обратно планировали тоже на такси? Планировала на хую поехать. На хую? Водители, приглашаем всех сотрудничеству в парк Близнецы. У нас низкая комиссия, всего лишь 1% для парковых самозанятых. Ребята, все будет в описании. Приходите, давайте вместе зарабатывать большие бабулеты. Также, ребята, мы помогаем в получении разрешения по Краснодарскому краю и Ростовской области. В Ростове тоже открыли свой филиал буквально сегодня. А в Краснодаре у нас уже ход-пароход. Можем взять разрешение даже за один рабочий день. Обращайтесь, не стесняйтесь, а без разрешения сейчас никуда. Скоро сезон и в Сочи, Геленджике, Анапе без разрешения и заказов Яндекс, к сожалению, не дает. Я в Ростов, вот садятся ко мне девчонка. Какой Алексей? Ну, я не знаю фамилию, сейчас к нему едем, он адрес не говорит так что возможно мы с ним не встретимся. Так а вы куда едете? К Алексею К Алексею? Да У вас какая-то деловая встреча? Ну он же бизнесмен Потому что я домой лучше поеду Так вот вкинул вроде же адрес Кто Алексей? Ну вы же заказали такси, кто вы заказывали такси? Да А он не скидывает, да? Нет Можем позвонить Алексею? Да А как вы договаривались? Мы с ними договаривались, это я сказала, что я приеду к нему в Ростов А вы сами решили Приехать к нему Приехать к нему, да? К гостю, в ночь домой Не на хату Не на хату? Нет Так а вы долго общались с ним? Да не долго мы с ним общались Чтобы мы общались с ним Только познакомились Да Алексей мне не скидывает А Алексей не скидывает Да А зачем тогда еду к нему? Потому что он меня вообще видеть не хочет Знать Потому что у него девушка Ирина Какая девушка Ирина? А цветы вы Алексею везете? Да Вы идете навстречу к мужчине и несете ему цветы? Да Верно? Я правильно вас понимаю? Конечно Я просто хотела ему 2 подарить розы, а получилось 3 как-то Вообще, в моем понимании, что мужчина идет навстречу до девушки и он дарит цветы Ну да, но сейчас 21 век у нас Поэтому я ему подарю сама их А, ну А подождите, а в Новошахтинске мало мужчин? Почему мы в Ростов едем? В Ростов на такси, навстречу к мужчине? Так это уже повторяется 590 раз Потому что я еду в Ростов К Алексею? Нет, не к Алексею, к другим мужчинам К другим мужчинам А почему в Ростов? Там они как-то красивее Ну, не знаю почему Я не могу это объяснить Ну, может, они богатые, поэтому А, они богатые? Скорее всего, да В Ростов уже это большой, богатый город Так, я понял Так, я понял У меня? Да Я ему цветы, конечно, дарить не буду Это он мне подарил, наверное Так они вам деньги дают? В отраску? Ну, деньги мне никто никогда не давал Ну, если давал, то там 500 рублей У меня всегда были деньги Так, а, да, да, какая разница Что они богатые, не богатые Не могу понять Там разницы нет Богатые или нет Ну, лучше богатые, чем бедные Лучше плакать в Мерседесе, чем мы Согласен И вы часто ездите в Ростов, да? Ну, как я себя ощущаю Я тут туда постоянно езжу А что вы с ними делаете? Гуляете по набережной? Да, они гуляем по набережной Я никогда не была в Ростове на набережной У вас все видали? Да, они были армяне Они гуляют по набережной Русские люди по-другому отдыхают Как? Ну, не знаю, как-то по-нормальному Мне не нравится набережная А как для вас нормально отдыхать? Ну, пожрать вкусно Пожрать вкусно? Да Нахуяриться Наребениться Напиться Ну, напиться, а потом А потом лежать в алкогольном опьянении И не мочь проснуться В течение двух часов И для вас это? От картины От цинковки, блядь Для вас это нормальное время провождение, да? С парнем В Ростове? Так, у меня же одна была без парня Я сама бухала тогда в этот день Ага В одной гимпуа А вам Алексей должен оплачивать поездку? Я могу сама отплатить Потому что он урол сожрал, блядь Кого? Я купила роллы Он предложил сам мне Нет, я предложила А он согласился Но он нихуя не оплачивает То есть вы еще платили за мужчину, правильно? В сауне Ну, проститутка Вы за интиму платили? Да за сауну он платил А за роллы и выпивку я платила Ну, я сама все и жрала Кроме одного ролла Не понять Так, а кто проституткой был? Так я не была явно проституткой Наверное, на деле кто-то лочено Это где-то? Ну, я себя не считаю проституткой А кого вы считаете, блядь? Кто-то, кто по-вашему По-вашему, кто такие проститутки вообще? Проститутки, да Женщины такого, где я буду распят с мужчинами за деньги Я не спала никогда с мужчинами за деньги Если я спала с мужчинами за деньги Это было за 500 рублей Не больше, блядь За пятихатку секс был Да Ну что это? Достойная оплата, я считаю Я их тоже начитаю Не думали о повышении стоимости? Так я же не проститутка Наверное, это не точно То есть, если бы вы переспали с мужчиной за более дорогую сумму То это была бы проститутка А так как вы за пятихатку пока... За пятихатку Да? Мне просто интересно с вами пообщаться Нет, просто я музыку не услышала Ладно, пойдемте без музыки Так я все-таки перезадам вопрос Вы считаете, что если бы цена дороже, то это уже проститутка, правильно? Я считаю, что за 500 рублей надо еще, блядь, потрудиться Потому что это, блядь, тоже деньги В смысле? Потому что 500 рублей тоже надо заработать еще Это же трудно, деньги достаются Но если вам платят за секс, вам это трудно? За секс? Я вообще не принимаю слова секса Почему? Я не делаю секс Не занимаетесь сексом? Только ораль И аналь Так это не секс? Нет, это просто у нас ебля просто Никаких отношений, у нас только ебля Нормально И то есть вы сейчас едете сама За 100 километров до мужчины С Новошахтинка в Ростов Чтобы заняться оральным или каким-то вот этими утехами Сама платите за такси И он еще не берет от вас трубку? Да, конечно, мы домой поедем Потому что я себе оплачу такси назад Идет вперед И все не берет Ну я думаю, он многое потерял просто Он еще не знает, с кем он чесался Почему вы считаете, потому что у него много потерял? Ну не знаю, смотрите Я, допустим, живу в Ростове И девчонка Девчонка, девчоночка Темные ночи Я люблю тебя, девочка, очень Ты прости, разговоры мне эти Я за ночь с тобой А там все на свете Девчонка И волоса нету, а не, а ты красиво поешь, знаете Это подъем, блядь Так смотрите И девушка, живя от меня в 100 километрах Сама оплачивает себе автомобиль Ну то есть такси в вашем случае И едет ко мне с определенными целями Я думаю, ну он мог отец Я слышала эту историю Надо повторяться уже Хорошо От кого я слышала, я не помню Я много чего слышала То есть, короче, не я только вам говорю это, да? Конечно, вы не первый у меня мужчина И не последний Вообще мужчина должен девушке быть единственной один Это в мое предназрение Оно правильное А у вас сколько мужчин было? А у меня много было мужчин Ну а на пальцах перечитать сможете? Конечно нет, там уже Не пеняйте, а что все Я понял У бабушки мои 10 курток было А у меня 2 Еще, у меня еще есть, почему поучиться Два аборта? Да Вы же до этого говорили, что вы занимаетесь только оральным сексом? Я занимаюсь разным сексом Ну это не значит, что я хочу заниматься сексом с кем-то Я же не говорю, что значит Я имею в виду о том, что Как вы забеременели через оральный секс? Через пробирку, блядь Через пробирку, блядь Я не знала, как я забеременела Я же не один раз была беременела Я помню, один у меня есть рекордер и два аборта получаются Я больше не помню Я больше, конечно, не помню То, что в моей голове происходит То там могло быть и 159 Кого? Аборта Интересная история вы видите Очень, блядь, позитивная жизнь у меня Интересная вы женщина? Девушка Девушка, да С цветами С цветами Любительница секса Какая? Да? Любительница острых ощущений Так давайте я вас сейчас На М4 остановлю На М4 остановлю Пересядете в любой Я там уже стояла Я уже прошла и крым и рыб Так что вы меня ничем не можете смазать В любой КамАЗ сядете Вы не то, что сами будете Я ездила на КамАЗа Не трахались там Нет, я не трахалась Я просто еду Нет, вы там сядете в КамАЗе Если вы хотите заняться сексом Любой водитель, который там находится И делает свою нелегкую работу Там, например, находится уже неделю В этой кабиле А то и две Вот Он, мне кажется Займется с вами всеми видами секса Еще и заплатит вам денег Я не хочу всеми, блядь Просто бизнес не поднимается у меня Ни хуя Какой бизнес? Влаживаться постоянно в мужчину И ни хуя не получать Если даже они ебать не умеют Друзья мои Если вы ищете автомобиль для аренды На выгодных условиях И не знаете, где взять То рекомендую вам Парк Адреналин Это крупнейший парк В котором более 300 автомобилей В различных тарифах Комфорт, Комфорт Плюс Также есть автомобили бизнес-класс Машинку можно взять там не только в аренду Также имеется зарплатный проект Вы получаете заработную плату От 90 тысяч рублей Также имеются подработки Это самый лучший парк Номерочек будет в описании Под этим видеороликом Ребята, приходите Зарабатывайте вместе с нами Столько въебывать денег Для какого хуя это делать Если я не получаю оргазма За что я плачу Больше этому столику не наливать То есть вы платите мужчине И еще не получаете от этого ничего Да, нахуя оно мне надо Ну сама себя я конечно не буду ебать Ну блядь И хуй конечно я все так шоку покупать не буду Блядь И наступировать, и дрочить Я конечно не буду это делать Блядь Я просто буду лежать на кровати Пласти картины Пацанковки блядь И умира тихо блядь Слушай, ну ты прежде чем ехать к этому парню Попросила бы там Поинтересовалась там Какой размер у него там Так я уже уже занималась этим сексом А ты уже не первый раз ешь, да получается? Да как мы один раз его занимались Это повтори Повторением отучения блядь Я просто склоняюсь к тому, что мне лучше не ехать туда Пусть Алексей сам звонит Если он хочет со мной увидеться Ну да, я тоже так считаю Ну блядь, я же говорю Инициатива должна исходить от мужчины И наплевать на прогрессивность 21 век блядь От него какая-то инициатива исходит? Я не знаю Я не вижу Если даже человек другу не берет Поехали в на ваш автас Ну я конечно оплачу Потому что он каким-то ссором Так вы сейчас вот эту поиску оплатите мне сначала? Сколько? 1477 Я не вижу от этого человека никакой инициативы Он приехал ко мне домой Мы занялись сексом в первый день Он посчитал мне проседу, да и получается Я так понимаю Ну а зачем же вы в первый день даете? Мне нужно даже узнать человека вначале Повстречаться Секс на первом свидании это ненормально Мой мозг В моей жизни это нормально Это постоянно А это норма, да? Для меня нет Как для человека Получается там На дереве На словах Елеф толстую на дереве хуй простой На словах Елеф толстую на дереве хуй простой Да Может вы подождете его один день? В туалете например Почему в туалете? Уже я сад хочу и есть И сад больше чем есть Я могу остановить В туалет? Да Да я не буду в посадке передать Делать Могу в машине насадь В машине Поменяйте Не, в машине сад не надо Это точно И курить тоже, да? Да курите эту электронку Курите Сад не надо здесь А моя батарейка поселится Все, Алексей в пролете Как и Виктория тоже Так мне сказали Ты в пролете Ну конечно А я всегда в пролете Вы обратно планировали тоже на такси? Я обратно планировала нахую поехать Нахую поехать? Конечно Это было не запланированное Все Это было нежданчик Ой, блядь Не успел вытащить Какой пиздец Какой позор Позорище Ты отчернила честь нашей семьи Шлюха Давайте определимся, что мы делаем Сейчас я Алексею наберу Набирайте Ой Ты где, моя пупсик? На работе, а ты где? А я к тебе еду на работу дрочить Что? Я говорю, я к тебе на работу приеду сейчас А? С дилетарными Я хочу с днём рождения поздравить Ты не против? Да, но у меня сегодня негде о рождении Так ты же не сказал, когда у тебя в сентябре В начале сентября Какого у тебя числа? Так, давай позже перезвоню на работу сейчас Так скажи адрес, я же еду Я перезвоню Алло Да Какой у тебя адрес на работе? Так На работе Так я на работе У меня работа разведного характера вообще Так забери меня Так я тебе заберусь Я работаю Так я подъеду Так и ничего, что я на работе Нет, ничего Я тоже выходила с работы гулять Гулять Так и то выходила Да выходила Так ты вообще не работаешь Не опережали позже Через 10 минут Через 10 минут Все Где такси? Вон он Белая Ну вон белая машина Вон сказали До свидания Хорошего дня вам Спасибо большое Да Блядь, я в аху Ребята И пойдет Действительно это Ебанутые какие-то дела Либо она что-то употребляет Либо у ней не все в порядке С головой Хер его знает Веселая дамочка Веселая поездка была Не буду я выкладывать Всю поездку Потому что она нас длилась Практически полтора часа Выложу часть Вот Вот такие бывают У нас Пассажиры В Яндекс.Такси Поэтому Ребятушки Если вы хотите работать Так же В такси То Мы подключаем К этому замечательному Агрегатору Друзья мои Ну что завершаем 1 час 48 ехали И у нас получилось 3000 рублей Ровно Пока машинка заправляется На газовой заправочке Смотрите Завершаем Получается мы проводничок Вот этот Вот И получаем Бонус Еще один На 600 рублей Утром мы получили Бонус Я вам покажу Его сейчас И сейчас Дополнительный бонус Уйдем с линии Как раз Чтобы не приходили Нам ненужные заказы Так Вот он второй бонус Сегодня я получаю Бонус 570 рублей И 600 И 600 Ну грубо говоря 1200 Мы прибавим То есть они придут В течение Трех дней К вот этой вот сумме За 15 заказов 9300 вышло у нас По деньгам Газа вышло у нас На 1109 рублей 41 литр Практически весь Баллон Забавный И легкий Ну Всем желаю Ни хвоздя Ни жезла Ребята И удачи На дорогах И не обращайте Внимание На таких Веселых пассажиров Которые там Допустим Не в себе Главное Чтобы у нас Ребята Было все в норме В кармане Шелестели Купюры И Мы радовались Этой жизни Всем успехов Продолжение следует